Всем привет, кто уже подключился, всем привет на Инстаграме, привет на Фейсбуке, и, конечно же, привет всем тем, кто уже подключился к нашему колхозному зуму. Напоминаю, что если вы в полном шоке, куда вы попали, что вы здесь делаете, то вы находитесь на уроке по законам благословения, которые мы начали в нашей общине с началом карантина, и я даже попытался, боялся на Фейсбуке написать номер урока, потому что был не уверен, но мне кажется, что сегодня у нас 79 или 80 уже урок, причем с таким количеством уроков, конечно, можно сбиться со счета, но на моем канале Ютуба есть уже новый плейлист, где около 30 с чем-то уроков уже первых выложено, поэтому если вы подключились к этому, получается, уже к курсу по законам благословений не с самого начала, то вы можете наверстать упущенное, и постепенно все остальные уроки выкладываются. Если вы хотите прямо вот сразу все курсы от уроков, то они есть на моей странице в Фейсбуке в неформатированном виде, но наберите терпение, на Ютубе они тоже скоро будут. И сегодня у нас не просто какой-то там юбилейный или не юбилейный урок, а мы сегодня начинаем совершенно новый раздел. Мы учимся по замечательной книжке, которая называется «Шулхана Руха Кацар» по второму ее тому «Кубочка Бет» значит два. И сегодня, вот я даже покажу, мы начинаем новый раздел, видите, с чистого листа. Раздел, который, во-первых, мы, конечно, молодцы в том, что мы с вами закончили целый раздел на прошлом уроке, но новый раздел очень важен. Мы будем конкретно говорить о установлении трапезы и благословении после еды. В прошлые уроки мы посвятили конец прошлого раздела, который говорил уже о благословении Брахот Неймин. Благословение Неймин – это первая категория благословений, которая обсуждается в этой книге. Это благословение на получение удовольствия, которое в свою очередь делится на три другие категории. Это благословение на еду, питье и на запах. И мы с вами в прошлом разделе конкретно обсуждали законы благословений на еду и питье. Но в основном мы обсуждали законы благословений на все виды пищи, на которые не устанавливают трапезу. Да, мы с вами много говорили о Мезоноте, посмотрите об этом в записи. Там достаточно сложный закон, но мы не говорили именно о установлении трапезы с хлебом. Как мы наверняка привыкли, как мы на шаббат, собрались, моем руки, говорим благословение на мытье рук, потом мычим, мычим, мычим доходим до стола, говорим благословение на халы, на хлеб, пакаем соль, то есть сказали омой, все съели и установим трапезы. В конце этого говорим Беркат Амазон. Вот весь этот раздел посвящен именно этим вопросам. Другие благословения после еды. Благословение Ме Айн Шалош вместо трех. Ме Айн Шалош вместо трех первых благословений Беркат Амазон, которое о благословении говорится после пяти злаков, вина и пяти плодов, и семи плодов, которые сломятся, земля Израиля, и благословение Бурена Пашот на все остальные, не упомянутые выше пищи, мы с вами обсуждали в прошлой главе. В этом, даже не главе, а разделе, мы начинаем говорить конкретно о трапезе о благословении после еды. Но пока мы с вами дойдем до благословения после еды, каково благословение после еды. О чем мы говорили с вами в предыдущих нескольких уроках. Нам еще, как говорится, как до киворачков. Почему? Потому что есть куча всяких деталей, которые нужно обсудить до того, как мы начинаем трапезу. И я сейчас не говорю только о благословении на хлеб. И я даже не говорю о мытье руки, где там мычать или не мычать, а просто что-то съели до начала трапезы. Съели вы это для того, чтобы продолжить потом с этим трапезу? Съели это как аппетайзер? Выпили, чтобы расширить сосуды? Я имею в виду коньяка, конечно. Или поднять аппетит и так далее. Является ли то, что вы съели до мытья рук, до установления как таковой трапезы, частью трапезы или нет? У этого, конечно, свои критерии, которые мы с вами сегодня и обсудим. Это короткая вступительная глава о том, что с нами происходит. Я имею в виду не на духовном и материальном уровне, а имеется в виду в плане благословений. Если мы съели что-то до начала трапезы, нужно до этого сначала сказать благословение после еды, а потом начать трапезу, то бишь помыть руки. Или не нужно говорить благословение после еды, а уже можно начать трапезу вместе с этим. Нужно ли тогда потом отдельно, кроме благословения после еды, сказать благословение на то, что мы ели до трапезы? Это то, что мы с вами сегодня обсудим. Ну и, конечно, рассмотрим различные сценарии, как что происходит и как с этим жить дальше. Итак, начну читать и переводить. Законы питья, а еды и питья перед трапезой. Помните, как бабушка всегда, по крайней мере, мне бабушка говорила, не хватай перед едой, перебьешь аппетит. Вот об этом как раз мы сейчас с вами и говорим. А ухе лепне а суда ми не митика, о ми не пирода. Прямо про мою бабушку. Оказывается, моя бабушка замечательная бабушка, в полосвоенной памяти бабушка Лиля, она была не права. Хотя она, конечно, всегда права. То я переведу. Тот, кто кушает перед трапезой, всякие вкусняшки, сладости или фрукты для того, чтобы раскрыть свою пищеварительную систему и чтобы разыгрался аппетит. То есть для поднятия аппетита, говорят наши мудрецы, нужно съесть что-то сладенькое. Точно нужно сказать моей жене, что обязательно шоколадку нужно кушать до трапезы, а не после. Нет, шучу. Здесь говорится как раз. Хотя, да, может, шоколадка тоже имеет титул. Не нужно после этого говорить благословение после еды перед началом трапезы. Выполняем обязанность благословить после этих видов пищи в благословении после еды, которую мы будем говорить в конце трапезы. О чем идет речь? Идет речь о том, что если вы просто… Вот я приведу наглядный пример. Он не совсем стопроцентный, но до карантина мы проводили последний год, когда проводили в нашей синагоге общественные пасхальные серверы, которые вы знаете, на которых собираются очень много людей и многие присутствующие здесь. И, как вы знаете, ваш похорный слуга не щадит присутствующих и долго, надеюсь, не очень нудно рассказывать о выходе из Египта. И, соответственно, присутствующие на пасхальном сейдере могут проголодаться. И да, были случаи в наших Палестинах о том, что люди очень возмущались. А что это Рабин вообще так долго разговаривает? Уже давно должны давать кушать, а вы на все не кормите, а все грузите каким-то еврейским богословием. Но, так как, слава Богу, так сложилось, что большинство, подавляющее большинство людей, 99.9% приходящих на пасхальные сейда к нам в синагогу, они не против, чтобы грузили еврейским богословием. Поэтому, для того, чтобы щадить все-таки возможность восприятия и разыгравшийся аппетит прихожан, которые слушают Рабина, долго расскажут о синагоге, мы в прошлом году ввели такое новшество. Огромное спасибо Жанне и Саше, которые порекомендовали это, которые рассказали об этом на втором пасхальном сейдере позапрошлом году. Они устроили это у себя дома, когда пригласили себе родственников. До начала сейдера делают буфет, делают пуршет, да, то есть, чтобы люди немножко перекусили перед этим, да. То есть, мы там поставили фрукты, вино, чтобы люди могли пока перед началом сейдером потусить, пока еще не начался праздник, не нужно делать кидуш, до зажжения свечей, где-то полчаса сорок минут до начала всего мероприятия устроили такой буфет. Было просто на ура, люди хорошо пообщались, расслабились, подготовились сейдеру и уже были не голодны. Теперь, это не совсем точный пример, но идея в том, что вы кушаете эти фрукты для того, чтобы потом продолжить трапезу. То есть, то, что вы кушаете эти фрукты, это, наоборот, для трапезы. И поэтому, конечно, до того, как вы съели эти фрукты, нужно на них сказать благословение. И не только на фрукты, не важно, что вы кушаете. Но после, до начала трапезы говорить не надо. Почему? Потому что вы кушаете для трапезы. Конечно же, с пасхальным сейдером я не уверен, что это стопроцентный пример, потому что вы как раз кушаете для того, чтобы не проголодаться. И лучше сказать после этого благословения после еды, так как 100% мой рассказ за выход из Египта будет больше, чем 72 минуты, о чем мы с вами учили на прошлом уроке, что благословение после еды мы максимум должны сказать через 72 минуты после того, как закончили, как таковой, прием пищи. Но правильно сказать сразу. Но если вы действительно кушаете как какой-то бухер, для того, чтобы вначале как закуска какая-то, чтобы разыгрался аппетит, так как вы кушаете именно для того, чтобы потом продолжить трапезу, после этого букета говорить благословение после еды не нужно, а обязанность сказать благословение после еды вы выполняете тем, что вы говорите потом благословение после еды, уже после того, как помыли руки, сказать благословение на хлеб и установили трапезу. Но если ты просто, как говорила моя бабушка, похватал, а не для того, чтобы какой-то аперитив, разыгрался аппетит, для того, чтобы раскрыть вкусовые рецепторы, я не знаю еще для чего, а просто так похватали чего-нибудь вкусненького, а не сказали благословение после еды, а потом начали трапезу. То, что вы скажете благословение после еды, полная бирката, мазон после трапезы, вы не выполняете обязанность благословить на то, что вы ели до трапезы. Таким образом, если вы ели что-то до трапезы, которое никак не связано с трапезой, а просто что-то перехватили, то правильно после него сказать благословение после еды, а потом начать трапезу. Что же делать, если ты не сказал благословение до начала трапезы? Правильно, потом, после окончания благословения после еды, сказать еще раз благословение после еды на те продукты, которые вы ели до трапезы. Но у этого, конечно, есть много деталей и разных коралляций, которые мы обсудим в дальнейшем. Все это сказано о всех видах пищи, кроме пяти злаков и фиников. Вы это обсуждали с вами и в предыдущих главах о том, что пять злаков. Понятно, что они являются точно так же насыщением и благословением. Мы тоже в самом сути этого благословения говорим на насыщение и на провизию, которую нам дают. Также мы говорили, это говорит монский талмуд, что финики, они тоже насыщают. И поэтому... Если вы не сказали благословение после еды, а потом кушали трапезу, то обязанность благословить после еды на них выполняется с помощью Беркат Амазон. Итак, давайте сценарий, чтобы все было понятно. Кстати, здесь не упоминается вино, хотя в прошлой главе мы упоминали вино точно так же, поэтому там есть некоторые детали, которые мы обсудим чуть позже. Но я в данный пример включу вино и объясню, о каком сценарии идет речь. Итак, внимание, обратно возвращаемся в Kidush Club. Да, вы можете меня обвинять, что с точки зрения приеда, подсознание, я постоянно хочу уже сделать лыхаем после Шахариса у нас в синагоге. Я знаю, что у всех участников молитвы Шахарис, Шаббат, начинают, извините за выражение, все честенки очень срочно нужно выпить, потому что за много лет существования нашей общины уже привыкли к Kidush Club. Но давайте чуть-чуть подождем. Но пример мы все равно приведем. То есть вы сделали Kidush Club до начала трапезы. Идет речь о том, что вы делаете это в том же месте, где вы устанавливаете трапезы. Это то, что мы делаем сейчас у нас дома. Мы изменяем Kidush Club, а каждое утро в Шаббат, днем Шаббат, встречаемся в синагоге, все равно делаем Kidush Club на кухне, а потом начинаем трапезы. Итак, в этом Kidush Club вы, естественно, сказали благословение на вино, о чем мы отдельно будем говорить, какое мы это отношение. Вы сказали благословение на мизонот. Но, как понятно, мы делаем это в Kidush Club, чтобы это была своего рода трапеза, потому что мизонот – это минимальная помощь, из чего выпечка устанавливается трапеза. Напомню, что выпечка имеется в виду из пяти злаков пшеница, рожь, овес, проса, ячмень. А, как я уже выучил, я все сказал, пшеница, рожь, овес, проса, ячмень. Да, выучил уже наконец-то эти пять злаков на русском, то вы сказали мизонот, и потом вкусненько сухое вино закусили сладенькими финиками. Это все продукты, которые нас насыщают. Затем вы начинаете трапезу, то есть мойте руки на хлеб, говорите благословение на мытеру, мычите, идете, говорите благословение на халы, макаете их в соль и кушаете. Отдельно на то, что вы ели до начала трапезы, пили вино, ели финики и кушали печеньки, на это не нужно говорить беркатамазон, потому что все это точно отдельно на них благословение после еды, то есть на них нужно было бы сказать майн шалош. Почему? Потому что они сами по себе являются продуктами, которые насыщают. И нет никакого смысла два раза повторять контентно одно и то же благословение, потому что благословение майн шалош включает в себя благословение, оно своего рода сокращает благословение после еды. Соответственно, только если до начала трапезы, но в отношении к этой трапезе вы кушали, даже если не связано с этой трапезой, просто участвовали в пидушклабе, вы пили вино, ели мизонот и кушали финики, вам не нужно отдельно после них говорить благословение после еды, вы выполняете обязанность благословить в благословении после еды. Все остальные виды пищи, если вы ели их до начала трапезы, никак не связаны с трапезой, а просто похватали из холодильника, потом бац, вас послали за стол, вы не планировали продолжить кушать после этого, то нужно на них сказать отдельно благословение после еды, даже после берката Мазон. Благословение после еды на трапезу не выполняет обязанность благословить на эти виды пищи. Но если эти виды пищи вы ели как аперитив к трапезе, как тоже часть кедушклава, как что-то, что относится к трапезе, чтобы разыгрался аппетит или открыть вкусовые рецепторы, то вы выполняете обязанность благословить на них в берката Мазон. То есть мы здесь видим, что главный критерий – это наше намерение. Если наше намерение – это просто похватать, то нужно сказать благословение после еды на остальные виды пищи, даже если потом вы начинаете трапезу. Если вы просто едите это как оператив раскрытия вкусовых рецептов, имея в виду, что вы продолжите трапезу, на них благословение после еды, обязанность выполняется с помощью благословения после еды в конце трапезы. Исключением являются вино, мизонот и финики, которые даже если вы не собирались потом кушать, они обязаны благословить после них, выполняются с помощью благословения после еды, хотя это и бедиават. Напомню терминологию, бедиават – это не как положено, типа и так сойдет, или как любят разные раввины научно переводить – постфактум. А лихадхила – это как положено. То есть, по большому счету, если вы ели финики, печеньки и пили вино, не связано никак с трапезой, вам лучше все равно сказать отдельное на них благословение после еды. Но в чем разница, что если вы забыли и не сказали до берката Мазон, то после берката Мазон говорить не надо. На остальные виды пищи, которые вы ели не связаны с трапезой и забыли сказать, то после берката Мазон нужно все равно на них сказать Продолжим дальше еще немножко по тексту. И все, то, что мы сказали о тех трех исключительных продуктах – финики, вино и мизонод, что они выполняют обязанность на них благословить после еды с берката Мазон, это в том случае, если вы вспомнили, что вы на них не благословили уже когда вы говорите берката Мазон. Но если вы вспомнили об этом до того, как вы начали говорить берката Мазон, то скажите отдельно на них майн шалош, а потом берката Мазон. Если вы берката Мазон уже начали или уже сказали, поезд ушел, бидиават, вы выполнили обязанность благословить после фиников, вина и мизонод, и это бидиават, но заново благословение говорить не надо. Продолжим дальше по тексту. Все, что сказано раньше. Если вы кушаете просто так фрукты, не как не связанность трапезы, а просто потому, что вы хотите эти фрукты как таковые, какой-то апеллитив, не как апеллитив, а просто вы кушаете, несмотря на то, вы проходите мимо своих соседей, давайте сценарий, вы проходите мимо своих соседей по дороге домой, и вам из синагоги, вам машут рукой, говорят, зайти, у нас классные маслинки, такие, как ты любишь. Ты зашел, покушал эти маслинки. Ты собирался потом кушать трапезу дома, но ты их не кушаешь никак, не связанно с трапезой, а ты кушаешь именно потому, что хочешь эти маслинки, печеньки, вишенку, фрукты какие-то или жареную картошку. Так или иначе, ты кушаешь это просто из-за того, что ты хочешь получить довольствие именно от этого вида пищи, и, соответственно, никакого отношения к трапезе на это не имеет, и вам нужно сказать после них благословение. Но все это только в том случае, если потом в трапезе вы не собираетесь продолжать их кушать. То есть, давайте еще раз сценарий, если вы пришли домой или проходили у ваших соседей у вас есть и руку, нет никакой проблемы носить, носить шаббат. И вам говорят, ой, супер, такие вкусные груши у нас сегодня, попробуй обязательно. Ты попробовал, и они тебе вау, это таки да вкусно. А можно у вас одолжить, потому что вот я приду домой и хочу эти груши добавить в салат, ну давайте совсем будем фэнси, и скажем, с этими грушами вы хотите сделать салат с каким-нибудь голубым сыром и орехами пеканом. То есть, вы поели груши до трапезы, потом вы установили трапезу, в которой вы тоже кушаете эти груши, соответственно, те груши, которые вы кушали до трапезы, даже не собираясь их кушать, как оператив к трапезе, но продолжая кушать трапезе, вы не должны после них говорить благословение суда. То есть, если вы, я переведу, но если ваши намерения вы собираете кушать потом в трапезе тоже, и это вещи, которые не являются обычной частью трапезы, то есть, что имеется в виду, имеются в виду каким-то десертам, фруктами, на то, что в любом случае в части трапезы вы должны говорить благословение. То есть, мы должны сказать благословение до них и в течение трапезы не нужно после них говорить благословение после еды, и они выполняются благословение на них в то первое благословение, которое вы сказали, а благословение после еды, то, о котором вы говорите после трапезы. Много слов, объясним, опять же, сценарий. Возьмем те же самые груши. Если вы кушаете груши как часть трапезы в салате, или вам принесли груши на десерт, на них нужно отдельно сказать благословение. Мы с вами это обсуждали, будем обсуждать в этом разделе. Я говорю, что этот раздел очень практичный, еще достаточно много. Если вы кушаете груши, вы трапезите, вы помыли руки, сказали вы сами на хлеб, кушаете с хлебом всю трапезу, а потом вам принесли груши, маслины, вишню, печеньки. То есть вещи, которые кушают отдельно, как десерт, вам, даже если вы уже сказали благословение на хлеб, что-то другое поедет, не нужно говорить благословение, на это нужно сказать благословение после еды. Но мы говорим о ситуации, где вы эти груши покушали еще до начала трапезы, даже если вы не собирались их кушать трапезу, но они вам так понравились, что вы взяли с собой и кушаете в трапезе тоже. Вы сказали на них уже благословение до еды, до трапезы, и несмотря на то, что теперь вы опять их кушаете, вы трапезы, и обычно на них бы нужно было сказать посередине трапезы еще раз благословение, вам не нужно говорить благословение. И благословение после них тоже не нужно говорить, потому что так как вы, несмотря на то, что вы кушали до трапезы, не собирались кушать трапезы, а теперь они у вас в трапезе тоже, то благословение после еды на трапезу, полное благословение после еды, выполняет обязанность благословить и на груши также. Надеюсь, мы распутали этот круг, вам понятно, если непонятно, задавайте вопросы в личных сообщениях или на инстаграме, или в комментариях к этому видео в фейсбуке, или в зуме, также комментариях к этому видео, или после окончания урока вербально. Давайте чуть-чуть еще продолжим по тексту, да, мы говорили все это о еде, а теперь что же у нас с питьем? Тот, который пьет какой-то напиток, обязательно после питья нужно сказать благословение, и он не выполняет обязанность благословить, в благословении после еды. А если ты начал трапезу и не сказал, то обязательно нужно сказать благословение Баруни Фаршот. Вы только сюда, пока ты находишься в течение трапезы. А если сказал после благословения, после еды, то нужно благословить потом. О чем идет речь? Идет речь о любых напитках. Запеку немножко вперед, это идет речь о любых напитках, кроме вина, алкоголя, об этом мы сейчас поговорим, или может быть уже завтра. Но если вы пьете сок невиноградный, яблочный, томатный, воду, кока-колу, неважно, до того, как вы начали трапезу. Независимо, вы собираетесь потом пить это в течение трапезы или нет. Но если вы выпили кока-колы, кофе, яблочный или апельсиновый сок, или просто воды, а потом мойте руки, говорите благословение на мытье руки, говорите благословение на хлеб и устанавливайте трапезу, вам обязательно нужно сказать после этого питья «боре не фашот». Если вы вспомнили об этом в течение трапезы, что вы пили до того, то вам нужно сказать посередине трапезы «боре не фашот». И здесь мы не обсуждаем, мы коснемся этих деталей чуть позже, если вы тот же самый напиток будете продолжать пить во время трапезы. Еда, питье, вы боятся обязанности благословить после питья в благословении после еды. О чем идет речь? Предположим, вы сидите в ресторане, обычно в ресторане сначала приносят напитки, а потом приносят еду. Вы, давайте усложним совсем ситуацию, вы пришли в ресторан, вам принесли сначала выпить Кока-Колу, вы сказали, что на нее шаколь. Затем вам принесли пиццу, как мы помним, в большинстве случаев на пиццу нужно быть руки, устанавливая трапезу. Вам нужно сказать «боре не фашот». Вам нужно сказать «боре не фашот» после Кока-Колы, даже если вы собираетесь ее пить дальше. Потом помыть руки, потом сказать о муце на пиццу, а потом пить Кока-Колу уже в трапезе, не говоря на нее благословения. И та Кока-Кола, которая как часть трапезы, вы выполняете обязанность на нее благословить, вы беркат Амазон. Но та Кока-Кола, которая до трапезы, вы не выполняете на нее обязанность благословить, беркат Амазон, вам нужно отдельно на нее сказать благословение. Даже если вы забыли до того, как сказали, помыли руки и начали трапезу, сказали благословение после еды, по середине трапезы, сказали «боре не фашот», желательно до того, как вы снова начинаете пить в середине трапезы. Или, если бы вообще забыли, уже сказали, благословение после еды не работает. Все равно нужно сказать бурен и пашот на ту кока-колу, которую вы пили до начала трапезы. То есть, что нам здесь показывается? Что еда и питье на вопрос благословения после еды не сочетаются. Мы похожие критерии приводили в прошлой главе, когда мы говорили о размере, который нужно съесть, и период времени, за которым нужно съесть. Еда и питье друг друга не добавляют. То есть, если бы съели полки зайта хлеба и выпили пол рвиита кока-колы, то они не добавляют друг друга. Это разные физические состояния. Таким образом, любое питье, мы сейчас не говорим о алкоголе, о алкоголе мы поговорим чуть-чуть позже, любое питье, на него нужно благословлять после еды отдельно. Иберкат Амазон только выводит в обязанности благословить то питье, ту жидкость, которую вы пьете посередине трапезы. До трапезы не работает. Отдельно нужно сказать бурен и пашот в любое, возможно, для вас время. На этом мы сегодня остановимся. Всем спасибо, кто... Продолжение следует...